Нужно всегда расставлять по полкам мухи и котлеты. Фактические обстоятельства и те, которые полиция искусственно подтягивает под квалификацию торговли людьми. В законе написано, сделка, которая касается человека. Вы представляете себе турагентство, которое готовит или работодатель готовит человека для водителя за границей. Но часть документов всегда делается нелегально. Потому что человек туда попадает под каким-то другим видом, открывают липовые фирмы и другое. УБЗТЛ или любая милицейская структура, которая занимается этим делом, получает такую информацию. Я один раз был на допросе с руководителем украинской фирмы, которая подбирает таких людей. Им прямо намекают. Вы понимаете, что ваши сделки с трудовым мигрантом, это сделки с человеком, и они подпадают по 149. Не подпадают, утверждают, а формально подпадают. И вы долго будете ходить к нам. Мы должны понимать, что органы, которые работают с непонятным законодательством или работают по темам, которые очень чувствительны в обществе, работорговля. Они всегда будут злоупотреблять служебным положением, потому что под эту гребенку можно привлечь любого человека. Второе. Очень интересный вопрос. Искренен ли должен быть обвиняемый, который обвиняется по такому уголовному делу? Все должны. Да, искренне. А вы представляете себе, что рассказ о том, как было на самом деле, абсолютно загоняет человека под статью 149. Ему нужно притворяться, лгать, выдумывать историю и ни в коем случае не рассказывать фактические обстоятельства. Ну, например, в одном из уголовных дел спрашивают. Скажите, а девушка, которую вы отправляли, она знала, что там будет проститутка? Да, конечно, потому что она знала, что я была проституткой. И она меня расспрашивала все. Сколько я сплю? Могу ли я отказаться? Будут ли у меня такие моменты? А будет ли по пять клиентов? Я рассказывал ей все. И это ей все устраивало. Она хотела туда уехать, потому что знала, что я успешно оттуда вернулась. Только этим допросом этот человек и себя посадил в тюрьму. Потому что если бы он сказал, ничего не знаю, она ехала в массажный салон. А вот там с ней так поступили. И скажите, какое решение адвокат, который надает юридическую помощь, должен принять? Как должен поступить клиент? Да, такой выбор мой клиент сделал задолго до того, когда я пришел в уголовное дело. Но искренний рассказ, к сожалению, фактические обстоятельства, приводит к созданию искусственных доказательств в деле. Потому что девушка, которая вернулась оттуда, она в тот же день попала под влияние, она проститутка, она попала под влияние своего бывшего сутенера, милиционеров, которые контролируют этого сутенера, и милиционеров, которые заинтересованы в направлении одного из нескольких в год, потому что этих дел мало, по статье 149. И она никогда не подтвердит этих обстоятельств. Она всегда будет лгать, что она думала, что она едет в библиотеку вытирать пыль с книг.